Официально родиной скандинавской ходьбы считается Финляндия, где ее в 30-х годах 20-го века начали использовать лыжники для тренировок в теплое время года. Массовую популярность среди населения она приобрела в Европе в 80-е годы. Сегодня скандинавская ходьба – один из самых динамично развивающихся видов физической активности на свежем воздухе, особенно среди людей старшего возраста. В первую очередь, ходьба – это в роли опоры, для бабушек, дедушек, которые очень тяжело передвигаться, у них есть различные травмы, они их используют как поддержку. Во второй очередь, это как фитнес, чтобы задействовать очень большие группы мышц, приседать, выпады, помогать тоже как опоры, но при этом мы задействуем верхний плечевой пояс и можем долго передвигаться. И третий вариант – это лыжники используют в межсезонье для поддержания физической активности. Тренировки в Одинцовском парке культуры спорта и отдыха начинаются с разминки. Тщательная проработка и разогрев мышц и связок – залог отсутствия травм и растяжений. Затем следует интенсивная ходьба и в заключении – упражнения на растяжку. Данный вид спорта обладает множеством достоинств. Скандинавской ходьбой может заниматься любой человек, при этом не нужны какие-то особые погодные условия, дорогие тренажеры или специальная одежда. К тому же, к такому виду ходьбы легко приучить организм. Она оказывает достаточно мягкий оздоровительный эффект, не требует специальной физической подготовки и практически не имеет противопоказаний. В первую очередь, это сердечно-сосудистая система укрепляется, потому что человек находится на воздухе, двигается, соответственно, и улучшается дыхание, потому что он равномерно распределяет свою нагрузку на протяжении 45 минут, часа. Улучшается мышечный корсет, потому что он ходит, двигается, соответственно, укрепляет связки, сухожилия. На сегодняшний день в секции на постоянной основе занимается около 100 человек со всего Одинцовского района. Для многих тренировки не только забота о собственном здоровье и долголетии, но и новые интересные знакомства с единомышленниками. С лета я занимаюсь, мне очень нравится, мне подсказали, что здесь для пенсионеров сейчас стало, в общем-то, можно позаниматься. Здесь все очень хорошо организовано, хорошие тренера, очень хорошие трассы, вообще все очень нравится. Нас просто опекают, нам подсказывают, как-то технику нам поправляют, нам очень нравится, мы очень довольны. А потом знакомимся с новыми людьми, общаемся с ними, прекрасно. Бесплатные занятия по ходьбе с палками проходят регулярно, несколько раз в неделю. Познакомиться с подробным расписанием и выбрать подходящую программу можно на сайте Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха. Для участия необходима предварительная регистрация. Екатерина Яровая, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.